Пекин разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Ее разработали в Академии военно-медицинских исследований и уже успешно протестировали на животных. Сегодня новость подтвердили ВОЗ. Там же теперь уже официально порекомендовали не лечить симптомы коронавируса популярным в Европе ибупрофеном. Его онлайн-продажи сегодня законодательно запретили во Франции, которая, по словам Макрона, отныне на военном положении. Обращение президента накануне посмотрела рекордная для Елисейского дворца телеаудитория более 35 миллионов человек. Репортаж Анастасии Поповой. Утром за несколько часов до того, как вступает в силу запрет на передвижение, на улицах Парижа по-прежнему много людей. Одни штурмуют вокзалы, чтобы поскорее уехать из маленьких тесных парижских квартир и пережидать карантину родственников. Другие на рассвете выстраиваются в очереди в продуктовые магазины, хотя власти заверили, что перебоев с поставками продовольствия не будет. Да и сами ларьки вместе с аптеками остаются открытыми. Запрет не распространяется на булочные, они открыты, поэтому туда выстраиваются большие очереди, но люди стоят очень близко друг к другу. Расстояние между ними гораздо меньше положенного метра. Выходить из дома отныне можно будет только за продуктами, в больницу, и то лишь в случае крайней необходимости. На работу, если нельзя трудиться удаленно. Разрешены короткие прогулки по одиночке и неотложная помощь родным. При себе нужно иметь заполненную бумагу, имя, фамилия, год рождения, прописка. Я живу в этом районе и никогда в жизни не видел Елисейские поля такими. Никогда. Все бутики закрыты, да и вообще в такой день с таким солнцем и погодой поля должны гудеть от толп. Кафе, музеи, бары, кинотеатры. Все отныне закрыто. Рестораны закрыли двери, но могут доставлять еду. Спрос на такую услугу вырос в разы. Мы все в гневе. Так не делается. Все закрыто. Вам приходится больше работать? Больше. Да если никто не будет работать, что будет с этой страной? У нас нет вариантов, нам больше негде заработать. Отели стремительно пустеют. Власти хотят предоставить их в распоряжение врачей для отдыха или дополнительных мест для приема больных. Мы хотели прогуляться по магазинам, но они все закрыты. Музеи тоже закрыли. Госпитали едва справляются с наплывом потенциально больных коронавирусом. На помощь призывают даже тех врачей, кто ушел на пенсию. Людей отзывают из отпусков. Персоналу срочно раздают защитные средства. Первый уже не выдерживает техника. Почему? А потому что истории болезни стало так много, что на жестких дисках не остается памяти. Мы не ожидали, что такое произойдет. Около ста тысяч жандармов и полицейских следят за соблюдением карантина. Для французов такая самоизоляция и запрет на встречи, испытания. Причем трудно всем. Этот наряд попытался остановить женщину для проверки. Та начала кричать и демонстративно кашлять в ответ. Президент Макрон в телеобращении объясняет, почему французам теперь так нужно поменять свои привычки. Мы находимся в состоянии войны, но не с армией или с другим государством, а войны с санитарной. Собрания на улицах, семейные или дружеские встречи больше не будут разрешены. Гулять с товарищами по парку или по улицам также больше не удастся. Речь идет об ограничении по максимуму любых контактов вне дома. На всей территории Франции люди смогут выходить на улицу только ради важных дел. В интернете следом появились ролики, будто в Париж стягивают бронетехнику. Оказалось, что пока такого решения нет. Перемещение было плановым. Но в каждом районе на выездах из городов и на национальных трассах уже развернули контрольно-пропускные мобильные пункты. За неоправданное появление на улице штраф от 38 до 135 евро. В таких условиях второй тур муниципальных выборов решено перенести. Очевидно, что экономические последствия от пандемии будут крайне тяжелыми. Министр финансов Брюно Лемер заявил, что госдолг страны превысит 100% от ВВП. А сам ВВП понизится как минимум на процент. 45 миллиардов евро господдержки выделяется уже сейчас. И в случае необходимости Франция готова национализировать крупнейшие предприятия страны, чтобы не допустить их банкротства. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Вести, Париж, Франция. Евро 2021. Режущий слух футбольных болельщиков, нечетный год в названии, это уже подтвержденный президентом УЕФА первый в истории перенос турнира, который, к тому же, впервые должен был пройти сразу в 12 городах континента. Организаторы, не без труда объединяющего в рамках одного чемпионата сборной из стран ЕС, вышедшие из его состава Великобритании, Россию и страны СНГ, заявили, что отстрочка может обойтись в 300 миллионов евро, которые, по мнению УЕФА, заплатят клубы и лиги. И это не единственный пример того, как с виду Единая Европа переходит на карантинный режим каждый сам за себя. На помощь закрывшейся от мира Италии по призыву главы Еврокомиссии фон дер Ляйен никто не спешит. Никто, кроме выздоравливающего Китая. Оттуда в Рим уже приглашают уханьских вирусологов. Ну, кстати, о футболе. Уже завтра в Пекине и Шанхае возобновляются игры внутреннего футбольного первенства. А вот оставшиеся без дела европейские спортсмены адаптируются к удаленке. Капитан мадридского Реала Рамос чеканит не мяч, а свои запасы туалетной бумаги. А запертый в Неаполе бельгиец Мертенс поддерживает форму с запасами итальянского вина. Оставшиеся без работы бармены Рима предлагают свое решение. Коктейль карантини, мартини и побольше витамина С. Хорошо подходит под киносеанс на стене жилого дома. Там, где за нарушение карантина пока не штрафуют, толпы. На кадрах из американского штата Флорида отдыхающие на пляже, а из бразильского Сан-Паулу бегущие из тюрьмы. Полиция не смогла сдержать больше тысячи преступников. Ну, а в океанариуме Чикаго, напротив, отсутствие людей в буквальном смысле сближает животных. Персонал разрешил пингвинам вдоволь погулять по территории, посмотреть на рыб и даже занять место на ресепшне. Российский МИД сегодня организовал координационный штаб для помощи нашим туристам, которые не могут вернуться домой из-за ограничительных мер по коронавирусу. Каждый, кто находится за границей, должен сообщить о себе в ближайшее депредставительство посольства или консульства. Связаться можно также, обратившись на официальный портал МИДа и даже в социальные сети. Российские туроператоры сверяют списки. Сразу в нескольких странах, причем не только в самоизолирующейся Европе, застряли несколько тысяч наших соотечественников. Евгений Решетнев подробнее. Филиппины, аэропорт острова Сибу. Здесь застряли около 80 российских туристов. Сейчас здесь ночь, люди укладываются спать в терминале на полу. Все расползаются по укромным местечкам. Власти дали им 72 часа. Срок до введения полного карантина в стране, чтобы улететь. Но как это сделать, если даже столица республики Манила не принимает? А рейсы в Москву есть только оттуда. С острова Баракай уже выгоняют людей с отелей. Число зараженных коронавирусом на Филиппинах 187 и растет. Вот 11 человек скончались. В столице введен комендантский час. Закрыты все торговые центры. Не работают магазины и в аэропортах. Возвращением российских граждан домой занимается посольство. Наши билеты сгорели еще 15 числа. Другие билеты мы себе не можем позволить. Ситуация с распространением вируса толкает людей на самые странные поступки. В Испании влюбленная пара отправилась в горы пережидать пандемию. Женщине, а это гражданка России, внезапно там стало плохо. Ее спутник гражданин Перу вызвал спасателей. Отшельников с гор спустили. Ну а это уже собственно само Перу, где по данным наших дипломатов оказались на данный момент заперты порядка 60 россиян. При этом только 20 из них в столице страны. Откуда шанс улететь еще сохраняется. Остальные в провинциях, откуда по-видимому уже не выбраться. Из заведенного режима ЧАЭС ограничено даже внутреннее сообщение. Так что семья Кузнецовых в компании четверых американцев и двух французов готовится коротать ближайшие две недели карантина в хостеле города Куско, где улицы опустили. Выходить на улицу разрешено, но только в магазин или аптеку. Мы поселились в небольшом хостеле на две недели. Больше всего наших туристов не могут вернуться из стран Евросоюза. В Чехии гражданам запретили уезжать из страны, а иностранцам въезжать. Внутренние пассажирские перевозки ограничены, поэтому из Карловых вар. Россияне не могут добраться даже до Праги. Проблема в Карловых вар усугубляется тем, что отелям велено закрыться на карантин. А у них туристы живут, русские. Они говорят, ребята, вы уже уезжайте, нам закрыться надо на карантин. А уезжать куда? Некуда. То есть реально туристов выселяли на улицу. Но после скандала там пару отелей оставили открытыми, туда собрали туристов. Пражский аэропорт Васлова-Гавила непривычно пуст. Россияне вылетают на родину спецрейсами аэрофлота. Пражский гид Александра Петрикова провожает последних клиентов со слезами. Для ее бизнеса это серьезный удар. На этом самом месте я буду встречать каждого. Со своей любимой табличкой. Welcome. А это Словения, где католический священник Мартин Голоб теперь проводит богослужение онлайн. Отсюда долго не могли улететь более 180 россиян. Николай приехал в Любляну из Венеции. Рассчитывая отсюда отправиться в Новосибирск. Но все рейсы отменили. Позвонил в посольство России. Где мне сказали, что собираются организовать чартерные перевозки. Несколько часов назад россияне все-таки улетели в Москву. Все прибывшие в аэропорт города Любляна россияне в составе 136 человек были размещены на борту чартерного рейса и благополучно доставлены на родину. Словения еще 13 марта закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Италией. Где вчера застрял автобус с украинскими туристами. И сотни дальнобойщиков, в том числе из России, оказались в ловушке. И в Италию нельзя. И Словения не пускает. Вышли с итальянской стороны. Сейчас находимся на славянской территории. Надеюсь, что сегодня мы уедем. К решению проблемы подключилось консульство. В итоге недавно партиями автомобили стали пускать через кордон. Выпуск пошел. Приезжал консул. Пошло движение. Пошел выпуск. Дальше транзит. Венгрия, Словакия, Польша. Более тысячи пассажиров российского лоукостера «Победа» сейчас в Черногории. Власти страны не дают разрешения на вылет. Боятся, что мы заразим всю страну. Мы пытались в течение всего дня получить разрешение на вылет. На вылет сегодня. К сожалению, этого сделать не удалось. Мы сейчас ожидаем разрешения правительства Черногории. И очень надеемся, что завтра наш самолет вывезет этих клиентов в Москву. Россияне массово аннулируют туры. Операторы обязаны возвращать деньги в срок до 10 дней. Бизнес несет убытки. Между тем, онлайн-сервисы по продаже авиабилетов уже отмечают рост продаж порядка 10% на внутренние рейсы. То есть россияне отправляются путешествовать по стране. Евгений Решетнев, Сергей Емельянов, Максим Щепилов и Елена Бедяк. Вести. Количество больных коронавирусом в нашей стране выросло до 114 человек. Информация прозвучала сегодня на совещании с членами правительства, которое провел Владимир Путин. Подавляющее большинство пациентов заразились за границей. Внутри страны массовое распространение болезни удается сдерживать. Но Россия и дальше должна действовать на опережение. Медицинские и другие службы уже работают в режиме повышенной готовности. Репортаж Алексея Петрова. На заседании Владимир Путин сразу начинает разговор с того, насколько готова Россия к эпидемии коронавируса. Весь мир привыкает к новой реальности. В некоторых государствах, например, в Китае и Южной Корее, показатели постепенно меняются к лучшему. Но в Европе и США обстановка тяжелая. Растет число заболевших, карантин, массовая отмена авиарейсов. Неудивительно, что и в России масштабы ЧП могли быть совсем иными. Благодаря оперативным мерам, принятым заранее, и на региональном уровне, и на федеральном. Уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось всё-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезней в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем. В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными. Действовать согласованно и слаженно. И главное, работать на опережение. Создан Координационный совет при правительстве. Первое его заседание состоялось накануне. Сформирована рабочая группа госсовета. Россия, так же как и Евросоюз, вынуждена пойти на закрытие границ для иностранцев. Михаил Мишустин уже обсудил этот шаг с главами правительств стран СНГ. Я проинформировал их о том, что начиная с 18 марта, то есть с завтрашнего дня и пока до 1 мая, въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен. Вчера я уже сообщил своим собеседникам, и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми, по сути, чрезвычайными обстоятельствами и соответствуют рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения и носят временный характер. Самый опасный вирус – это вирус паники. А разносят его многочисленные слухи, прежде всего в интернете, где уже судачат и о невероятном количестве заболевших, и нехватке лекарств, лишь нагнетая истерию. У граждан страны должна быть вся необходимая информация. С какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством, и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких. Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно – достоверную, своевременную, полную информацию. В социальных сетях, Владимир Владимирович, появляется информация относительно того, что система здравоохранения не готова, что аппаратов искусственной вентиляции и лёгких недостаточно, или их вообще не имеется. И мы сознательно сейчас говорим об этом, потому что у нас на сегодняшний день, с учётом той потребности, которая может возникнуть при заболеваниях, медицинские учреждения обеспечены этими медицинскими изделиями. Сейчас развернуто более 55 тысяч коек, из них 28 тысяч для детей. Подготовлено 7,5 тысяч боксов, где будут лечить заболевших. Готовы к использованию более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. В России активно идёт работа по созданию вакцины от коронавируса. Особая ответственность и внимательность сейчас требуются от всех. Прежде всего от тех, кто ездил за рубеж. Контроль ложится на правоохранительные органы. Мы обязали и попросили службы Министерства внутренних дел, чтобы они такую информацию поставляли в регионах. В какой регион и с какой страны прибывают граждане. Это очень важная история, потому что она как раз и определяет группы риска, с кем надо дальше работать. Сотни врачей, медсестёр, эпидемиологов сейчас находятся практически на передовой борьбы с вирусом. Это не просто внеплановое дежурство, колоссальный риск, да и просто нагрузка. И они, как никто другой, заслужили особого отношения. Это люди, которые сейчас с честью выполняют свой профессиональный долг. И как это было не раз в истории отечественного здравоохранения, рискуя своим здоровьем, помогают другим. Я прошу правительства, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала. Увеличить фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания. Необходимо увеличить фонд оплаты труда в регионах. Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматоры, медсёстры, средний персонал. Но давайте не забудем и про младший медицинский персонал. Это люди тоже, которые непосредственно работают в зоне риска. Необходимо предусмотреть упрощённый порядок выдачи больничных листов, звучит на заседании. Кроме того, для многих самоизоляция, невозможность увидеться с близкими, выйти из дома, колоссальный стресс. А особенно, если нужны медикаменты. Указ только что подписал, Михаил Владимирович это знает, по которому разрешается дистанционная продажа без рецептурных лекарств. Мы тоже обсуждали это вчера, на этот счёт говорили. Но, и в указе это тоже есть, прошу на это обратить внимание правительства, внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения. Я обращаюсь к правительству и к нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы для того, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной ещё в послании Федеральному собранию. А именно, наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотр отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались семьями, это чрезвычайно важно. Эпидемия стала настоящей проверкой на прочность для мировой экономики. Упали биржевые индексы, цены на нефть. Это бьёт по доходам России. Особенно сложно малому и среднему бизнесу. Нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры или фосмажорной ситуации. Безусловно, всячески буду поддерживать намеченные вами меры по поддержке этого сектора экономики. Нужно максимально избавить предпринимателей от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой, аккуратно, с учётом текущей ситуации, подходить к разного рода штрафным санкциям. Крайне сложно гостиничному бизнесу. Никто никуда не едет. Авиакомпании во всём мире бьют тревогу. Многие полностью приостановили работу. Всё реальнее риск банкротств. Мировые спортивные состязания отменяются одно за другим. В России предусмотрены меры для поддержки отелей, авиаперевозчиков и отечественного спорта. Вводится отсрочка по налоговым платежам для компаний таких отраслей. Отсрочка будет действовать три месяца с возможностью дальнейшего продления. Банк России уже объявил регуляторные меры, направленные на то, чтобы банки имели возможность давать отсрочки и реструктурировать кредиты наиболее пострадавшим предприятиям из туристической и транспортной отрасли. Особого внимания требует социальная сфера, подчёркивает президент. Инвалиды и пожилые люди не должны остаться без поддержки. Кроме того, в центре внимания работа детских садов, школ, вузов. Дети не должны быть предоставлены сами себе. Поэтому, помимо организации дистанционного обучения, обязательно нужно быть в постоянном контакте с родителями. Я прошу работодателей также учесть эту ситуацию. В том, чтобы мы спокойно, без всяких потерь, прошли эту ситуацию, непростую, прямо скажем, нам нужно вместе сосредоточенно и дисциплинированно работать над этим. В том, чтобы мы прошли таким образом, все заинтересованы, в том числе и собственникам предприятия. Экстраординарная ситуация. Тест для всех государственных служб. Все решения должны быть обоснованными, чёткими, понятными для людей, отмечает Путин. Но вводить дополнительные меры, только если они действительно необходимы. Я прошу граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием. Сейчас просто незаменимо востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина. Готовность поддержать друг друга. Те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой, хорошей семье. Люди должны понимать, что делать и куда обращаться. Так что работа найдётся и для волонтёров. Коронавирус стал вызовом для всего мира. В России достаточно резервов. Помощь будет любого свойства. И медицинская, и экономическая. Но в сложнейших условиях само общество должно оказать максимальную поддержку тем, кто находится в группе риска. Алексей Петров, Ирина Виноградова, Павел Мейер и Виктор Виноградов. Вести. А перед этим совещанием глава государства посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там собирают все сведения, связанные с пандемией, со всего мира и, конечно, из всех регионов России. Задача составить объективную картину происходящего и отделить фейки от реальных новостей. В том числе отслеживается ситуация с продовольствием в магазинах. Репортаж Марины Громовой. Современное оборудование, системы видеосвязи и программы анализа данных. Всё расположено в офисном здании, где с комфортом могут находиться десятки сотрудников. Михаил Мишустин и Сергей Собянин показывают Владимиру Путину, как организована работа нового ситуационного центра. В любой момент на экран можно вывести, например, кадры с камеры магазина, где якобы раскупили продукты и теперь пустые полки. У многих возникает вопрос, сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону, вплоть до магазина. Это вот стоимость самой корзины. Главное, чтобы люди понимали, что обжиоснаживание надёжное, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом придутся выбрасывать. Мы это пытаемся объяснить. Если к вечеру всё купят, утром всё завезут. Никаких здесь проблем пока не видим. Эпидемия инфекционная, как правило, не обходится без эпидемии информационной. Появился в Краснодарском крае в социальных сетях вброс о том, что якобы 32 человека скончались от коронавируса. Искусственный интеллект, нейронные сети выявили эту аномалию. Тут же на региональном уровне через 20 минут уже было опровержение. А ещё через 2 часа было уже опровержение на федеральном уровне с охватом, вы видите, 2 миллиона. Прямо сейчас в коммунарке строится новый быстровозводимый корпус инфекционной больницы. И кадры строительства в режиме реального времени показывают президенту. В течение месяца госпиталь будет построен, и он будет служить не только в этот период, но и останется надолго. Вот это самое главное. Я так понимаю, что для Москвы, московского региона, это востребованное учреждение медицинское, вне зависимости от ситуации. Власти Москвы следят за тем, чтобы больницы действующие не покидали пациенты с подозрением на вирус. Там несколько человек у нас, особо одарённых оттуда, решили отменитить от лечения. Их с помощью ВВД были оперативно пыльно доставлены. В зоне риска люди пожилого возраста, поэтому к ним особое внимание. Сбербанк запускает новое приложение «Док-Док». Врач поговорит с пациентом по видеосвязи. С понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение «Док-Док», которое позволит, в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причём Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить это терапевты, профессионалы, которые будут доступны. На помощь уже готовы прийти сотни волонтёров. Мы будем помогать в покупке лекарств, в покупке продуктов, предметов первой необходимости, и будем доставлять их тем пожилым людям, которым требуется наша помощь. Нужно всё сделать для того, чтобы обеспечить безопасность волонтёров, снабдить их соответствующими защитными средствами. Ну и то направление, о котором мы сказали, чрезвычайно важно, потому что мы знаем, что вирус поражает людей старшего поколения. Последствия, во всяком случае, для них тяжёлые, наступают чаще, чем для других возрастных категорий. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. Но для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация, скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи помощь волонтёров, она, причём квалифицированная помощь, она просто абсолютно необходима и в высшей степени востребована. Так что вам большое спасибо. Спасибо вам. На входе у всех без исключения измеряют температуру. Затем дезинфекция рук. Сотрудники центра будут работать несколько смен. Начиная со вчерашнего дня, и теперь круглосуточно здесь мониторят все сообщения, которые так или иначе связаны с коронавирусом. Работа кропотливая. Сотрудники вручную пролистывают ленту новостей. Вот сейчас куратор отвечает одному из пользователей. Вся статистика за день появляется на большом экране. Марина Громова, Илья Баев, Юлия Брилёва, Никита Корнеев, Иван Пономаренко. Вести.